всем привет мои хорошие с вами светлана начинаем новый блок а что в нем будет а что-нибудь то будет пришел вот такой класс не учат арома бокса трендову это новинки люкс номер 49 мне не терпится попробовать потому что новиночки смотрите какие у light blue forever это light blue в перевыпуске какой-то что вообще дочь габана light blue то он как бы ну не новинка да смотрите хлоя до крис сейчас будет с тобой нюхать ароматы эскада жоржу армании так это я даже не выговорю вот этот верхний лакост нарцисс родригес так и вот этот я тоже даже выговаривать девчонки не буду если уже что-то из этих ароматов пробовать обязательно делитесь а я буду потихоньку их носить начнем по порядку сегодня с хлоя посмотрю на стойкость посмотрю как раскрывается может быть здесь у меня тоже любимчики появятся а промо-код на скидку рандеву и ссылочку на рома бокс как всегда оставляю вам под видео скидочка 10 процентов класс начинаем тестировать а сейчас мы будем делать с вами макияж и у нас новиночка новиночка это люкс визаж а тени жидкие матовые у меня в оттеночке 104 долго думала какой взять мы с девчонками в телеграм на предмет этих теней обсуждали много многие девочки хвалил я посмотрела отзывы тоже отзывы вообще классные поэтому решил попробовать начать с такого оттенка трудно конечно определиться но тем не менее так что мы будем с вами делать сначала мы будем с вами делать то для этого у нас с вами кушон а сил и я добиваю старый кишон кушон от которого мне потерялась пуховка используя кисти вы знаете мне такой способ очень нравится вот именно кистью то осталось мало совсем я вот так прям про маки вообще получается еле заметно очень тоненькое покрытие даже при ближайшем рассмотрении никто не заметит что у вас есть тональное средство прям вот тоненькая тоненько мне нравится и сама пуховочка из кушона но вот это старый у меня он потерялся я попробую кисти мне знаете очень понравилось и вот тут уже практически нет для последней капельки он слегка будет выравнивать тон и он совсем на лице не заметен многие девчонки пишут спрашивают какое тональное средство выбрать вы знаете я не пользуюсь тональными средствами но многое брала фаберлик в свое время пробовала и так далее и не только фаберлик люксовые бренды которые не только люксовые нас заявляют что матируют да а у меня раньше была прям такая жирная жирная кожа сейчас не знаю сейчас иногда блестит в этой зоне но а так у нее состояние нормальное и лучше кушона и никогда в жизни ничего не встречала поэтому у меня ответ всегда один особенно если у вас жирная кожа потом конечно можно где-то припудрить еще где есть лишний блеск да не зеркало тут просто висит большое на него удобнее смотреть все мы с вами задали тон дальше у нас с вами карандашика для контуринга артикул не скажу они на них не написали артикулы на этих новых карандашах wood expert для контуринга будем использовать с вот так рисуем вот так я делаю мне так нравится так затемняем там где нам надо грубо говоря вот тут линия роста волос я люблю так этими карандашами рисовать что может быть прелестней чем рисование на лице . сейчас практически не делаю вот прям но совсем вот так вот разве что капельку так и дальше берем спонжик сайта рандеву мне вот такие ролики и тушуем он очень хорошо тушуется и делает макияж таким еле-еле заметно но в то же время мы с вами затемнили законтурировали там где нам надо тушуется вообще изумительно и теперь здесь если надо посильнее можно добавить да как правило для деликатного затемнения тех частей лица которые нам надо этого достаточно носик слегка и линию роста волос то есть его видно видите после растушевки его видно но нет никаких четких границ все как бы естественно естественная красота да вот таким образом шикарно шикарно просто шикарно вот уже цвет лица все можно ничего не делать дальше так но мы с вами теперь тестируем тенюшки я взяла на всякий случай кисточки потому что я уже попробовала вчера сделать свой заказывал кстати на вайлберис они на вайлберис на зон в принципе по одной цене выбирала всегда фильтр по цене минимальный да потому что многих продавцов есть теме кто-то за геннадцатом кто-то нет я взяла за сколько господи я уже девчонкам писала и забыла представьте 200 рублей так здесь вот такая вот пуховочка они на самом деле жидкие жидкие это такой 104 оттенок эти такой толп он даже по моему называется толп нет название у этого цвета нет не вижу давайте пробовать я хочу побольше снять тени из пуховочки попробовать нанести пуховкой самой свочи я вчера кстати делал что я все сняла а нет не все ой какой деликатный оттеночек слушайте да если побольше снимаешь материала с пуховки материала тени то наносить кистью и душевать ей же очень удобно прям тушуем это такой знаете благородный коричнево серо-сиреневый оттенок очень светленький и классный слушайте очень классный я вам при как покажу при естественном освещении свочи тоже все обязательно покажу супер если хотите растушевать границы мы можем с вами взять кисточку и попробовать это сделать они очень быстро схватываются поэтому делаем все быстренько очень хорошо тушуются ничего нареканий никаких нет вот контуров все не видно сводч девчонки у меня наверное только недавно пропал с руки я его сделала вчера я после этого ходила в душ мало посуду миллион раз и он оставался поэтому по стойкости в принципе мне понравилось но естественно в конце дня покажу этот макияж я хочу попробовать подвести этим оттенком даже нижние века немножечко набираю получится у нас с вами красиво сделать ой получается слушать вообще этот цвет люблю макияжа он не очень нравится так удобно и нижние века с вами подвели все как бы отличненько вообще красота давай удобно нижние века без каких-либо границ тоже подводить удобно слушать удобно очень удобно супер мне пока нравится такой знаете не обязывающий оттеночек не кричащий не яркий какой не розовый там не оранжевый все достойно второй глазик пока даже пока не западает складку века но я вам еще раз говорю что я убираю продукта много оставляю кисточку прямо вот максимально сухой скажем так вот здесь уже не практически матовая когда мы наносим их они такие знаете кремовые и только спустя время приобретают свой матовый оттеночек тушу границу все как бы быстро легонечко люблю такие продукты слушать универсальные мне кажется такой цвет можно для контуринга использовать даже в некоторых местах так нижние века девчонки кто пользовался у кого есть такие тенюшки у меня к вам огромная просьба а если будет возможность скинуть в комментариях на дзене это можно делать скинуть в комментариях кролику сводчи будем выбирать еще оттеночки вместе с вами будем друг другу полезными скажем так ой отличненько можно и пальчиком слушать потушевать там где надо все замечательно цвет очень благородный пальчиком прекрасно тоже тушуется еще немножко добавлю ой как удобно мне хочется теперь другой оттенок я еще боялась что вот этот оттенок он будет выбирать кстати похож на цвет слегка моей футболки но нет здесь выльный роза тут более такой сиреневый холодный нет не выбеляет все таки тени имеют оттенок во флакончике они вот так выглядят да так что мы с вами делаем дальше у нас с вами сегодня притерено простой макияж мы красим ресницы тушь вёст класс коричневая как всегда в два слоя я делаю стрелку когда не делаю сейчас я не хочу просто больше ничего делать чтобы показать вам достоверно именно оттенок этих теней и иногда еще в серединку глаза сейчас вспоминаю про жидкие тени фаберли да самый светлый оттеночек наношу светлые или розовое золото мне очень нравится на такие тени тоже будет очень очень красиво но опять же сейчас этого делать не буду потому что не нужно максимально передать оттенок тени вот мне очень нравится я хочу еще какие-нибудь там много оттеночков просто девчонки когда отзывы пишут на вайлберрис да по фотку это ну как правило при искусственном освещении и вообще непонятно вот вообще непонятно как будет свет смотреться поэтому тяжело определиться с оттеночком но пока вот в складку века ничего не забилось вообще ничего конечно если наверное наносить такую полной кистью не снимая средства до излишки вполне возможно что будет в складку века западать мой способ мне кажется для этих теней самый удачный так пока один слой туши сейчас 2 готова слушать классный тем я вот все думала будет он грязнить века или не будет так далее тоже такими оттенками надо быть аккуратнее да есть я похожий оттенок у них но более темный вот я смотрелась в очи как выглядит на глазах вот он может грязнить а вот этот нет слушать смотрите как будто есть а как будто их и нет очень красиво правда мне нравится смотрю за зеркало мне прям нравится мне идет такой оттенок сейчас заодно вам дам отцев на фиксатор для бровей фиксатор для бровей фиксирующий гель для бровей артикул 502 13 фаберлик мне кажется мои брови не один гель не будет фиксировать они у меня достаточно толстые волоски очень толстые очень грубые сами по себе и нет ничего на меня не держит вот смотрите сейчас вот сейчас мы с вами попробуем их расчесать уложить я даже вот так могу подержать немного нет они встают вверх и через несколько секунд они обратно уходят за раз таки поэтому нет если вдруг вы встречали гель который все-таки фиксировать такие тяжелые брови возможно не у вас тоже такие как у меня напишите обязательно девчонки мне прям хочется их зачесывать вверх но я не могу ну вот максимально да прям зачёсываю они все равно потом раз и опускаются вроде и геля на них много и все вот видите все они практически сразу опускаются и вторую поэтому мои брови не фиксирует чуть-чуть расчесать уложить их можно но я как бы не страдаю плохой укладкой брови да они так у меня лежат нормально поэтому ну бессмысленный для меня продукт на самом деле пытаюсь их поставить пытаюсь ничего не выходит вот видите здесь уже видите обратно все они завалились не держатся не хотят не хотят надо какую-нибудь так теперь у нас с вами помада не знаю есть она сейчас или нет в артикуле 458 не помню тоже что за серия много серии было с такими флакончиками очень красивый цвет такой нейтральный нюдовый красивый он кстати с таким немножко тоже лиловым потоном и к этому макияжу подойдет как нельзя лучше так все вот брови все опустились опять назад видите не пишет слушайте но макияж у нас с вами готов я хочу сказать что тени мне очень понравились давайте вам с вами попробую пальчиком пройтись нет все засохло сидят как влитые вообще шикарно сейчас покажу при естественном источнике пока мне очень нравится прям захотелось взять какой-нибудь другой оттеночек здорово здорово помадка тоже смотрится классно вы не ориентируетесь у меня есть видео про все мои помады фаберлик самые классные самые ходовые не поленитесь поищите можно прям в поиске вести светлана фаберлик просто немножечко скинь туда видео скинь туда видео девочки если его давно снимал мне его искать также долго как и вам понимаете просто в поисковике водите с уитт лана помады фаберлик сводчи все вам поиск выдаст вы все найдете все отличненько супер у меня просто татуаж на губаха там я делала сводчи при искусному престисте освещение все помадки которые не есть все сочи а поэтому так пошли смотреть при естественном осуществить сами тени и вот так выглядит сводч при естественном освещении вот эта полосочка первое это я прям намазала не снимая излишки а вот тут уже сняла и кисточкой подтушевала и вот так выглядит макияж смотрите на оттеночек надеюсь камер хорошо передает мне не очень понятно мне нравится шик вообще такие удобные классные тени так здорово тушить свете никуда не запалю мне обычно многие тени западают складку века но носим носим и расскажу конечно вечером как они проносились на нижнем на верхнем веке глаз по ароматам протестировала пока 4 пока свежи впечатления рассказываю хлоя знаете это такой мощный аромат который себе прям сразу заявляет я там чувствую какую-то шоколадную ванильную нотку вот такой вот мощный мощный но через полчаса где-то через час он становится очень нежным интересный такой двояко ощущение от него но не мой аромат дольщ габбана light blue for его мне кажется это light blue в котором я чувствую еще что-то типа манго экзотических фруктов эскада тоже достаточно мощный аромат и какая-то такая знаете классика ничего у него вот супер какого-то интересного нет но в то же время нет ничего отталкивающего такой классический женский аромат без каких-либо изысков даже не могу выделить ноты джорджу армания покорил просто покорил вот ношу его сегодня я вам картинки специально показывают нашему сегодня просто такая в нем есть нотки от императрицы и он очень обволакивающий интересный и всего наверное у дольщ габбан тоже одна какая-то база и она вот чувствуется есть схожесть температрицы но плюс он какой-то еще более вкусненький более интересным но более многогранный мне очень нравится он очень насыщенный мне кажется от одного пшика вообще за глаза даже из пробника да он очень насыщенный такой тоже себе заявляющий богатый красивый аромат мне очень нравится какие-то легкие отголоски гурманских ну так прямо совсем легкие еле уловимая а так по сути вот очень-очень на 60 процентов похож на императрица классный мне безумно нравится вот такой аромат я хочу полноразмерку точно ну что девчонки уже практически ночь и что я вам хочу сказать ни в одну складку нигде не запал нижнее веко так и осталось подведено я в полном шоке я уже сказал другой оттенок еще себе вообще красота макияж как бы так есть я на все палетки свои нахрен выкинуть и не просто но у меня постоянно даже если какую-то основу базу наносишь либо чуть чуть осыпается либо чуть-чуть складочку западает или еще что-то по нижнему веку может размазаться то есть но всякое такое а тут то есть как было так и есть вообще без просто без не не поблек цвет кожа там не впитала в себя пигмент никуда не запала нигде не размазалась но это это ли не прелесть я сказал еще 2 в корне другой оттенок обязательно тоже будем с вами тестировать обалдеть тестируем ароматы дальше следующая четверка девчонки меня покорил вот этот аромат не знаю как правильно читается бренд но он нереально крутой это такой весенний букетик это такой весенний свеженький аромат с нотками зелени но вот даже сейчас на 8 не очень хочется выносить он очень крутой прям покорил лакост это прям лакост с добавлением розы я здесь ощущаю почему-то болгарскую розу и базу лакостовскую классическую аромат не мой кто любит розу прям зайдет нарциссо родригес здесь спорные такие эмоции я бы больше отнесла к мужским ароматом то есть он прям вот мужской я с радостью ощущала его на своем мужчине здесь есть знаете какая-то вот поначалу сейчас она ушла нотка ладана небольшая такая легкая и шипровые нотки я не очень люблю женском парфюме такие шипровые нотки по мне такого то не секс но он достаточно приятно может многим кстати сойти и последний последний аромат тоже достаточно интересный интересно раскрывается по первым ноткам он прям сладкое варенье сладкая сладко а потом на первый план выходит какая-то горчинка горчинка интересная зеленцой такая достаточно яркий насыщенный аромат но тоже не мой для себя сделала вывод из всей этой подборки мне безумно нравится ну как бы на вкус и цвета кстати вот этот аромат можно отнести к осенним нарциссо родригес тоже джорджио армани и вот этот вот верхний аромат вот этот вот прям очень понравились вообще безумно с удовольствием ношу их на себе прям зашли а так подборка очень классно на самом деле очень классная 49 номер арома бокса ссылочку на него естественно как всегда ставлю оставляю также промо код оставляю ссылки на каждый парфюм из этого арома бокса в отдельности и на это мой хороший влог буду заганчивать надеюсь он был вам интересен и полезен всех люблю целую всем пока пока